О самых заметных событиях в стране и в мире расскажем в ближайшие несколько минут. Вы смотрите новости. В студии работает Вера Захарычук. Доброе утро. В Астане сегодня проходит международная конференция Медиа-2020. Она приурочена к празднованию 20-летнего юбилея столицы и проходит в рамках медиа-диалога Азии. Ожидается, что конференция поможет наладить диалог между Европой и Азией. На прямую связь со студией выходит Азиза Макулбаева. Она готова рассказать о темах, которые будут обсуждать в ходе конференции. Азиза, доброе утро. Вам слово. Вера, вы абсолютно правы. Круг вопросов. Несмотря на географическое положение радиостанции и телестанции, остается прежним. Это глобальные вызовы. И, собственно говоря, как может СМИ отвечать на эти глобальные вызовы. Но основная задача сегодняшней международной конференции Медиа-2020 это показать, что Казахстан может стать своеобразным хабом, который соединит лучшие передовые идеи в области СМИ, тенденции развития региональных и международных средств массового вещания здесь, в Казахстане, и станет своеобразным мостом между Европой и Азией. Если говорить о сегодняшней международной конференции, то это в первую очередь диалог с Европейским союзом телерадиовещателей. Это очень важно, потому что тенденции, которые задает Европа всему миру, не могут не обойти Казахстан. Поэтому наверняка будут приняты решения по совместному развитию, дальнейшему модернизации технических аспектов деятельности СМИ. И примечательно, что статус международной конференции подтверждают и спикеры, которые, это очень деловые спикеры, которые приехали с Европы, представляют телерадиокорпорации арабских стран, индийского радио, и в том числе Европы. Как будет развиваться в дальнейшем событие, мы будем следить. Хотелось бы отметить, что перед началом конференции, она стартовала буквально полчаса назад, с приветственным словом к участникам обратилась вице-министр информации и коммуникаций. Это пока вся информация к этому часу. Вера, мы остаемся на месте событий, следить за дальнейшим развитием. Спасибо, Азиза. Держите нас в курсе. Азиза Макулбаева работает на площадке международной конференции «Медиа-2020». Несмотря на повсеместное проникновение интернета в жизнь человека, радио продолжит существовать. Об этом говорили эксперты во время форума «Медиа-диалога Азии». После долгих обсуждений и дискуссий на эту тему, специалисты сошлись во мнении, что радио будет развиваться как в диапазоне ИФН, так и на интернет-платформах. Однако теперь к подвору радиоконтента необходимо будет подходить гораздо тщательнее. «Медиа-диалог Азии» собрал на своей площадке более 150 участников из 40 стран мира. Это первый большой проект Министерства информации и коммуникации Казахстана и Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза. Основной контент, который интересен радиослушателю, это прайм-тайм утренний и вечерний. Как правило, люди едут с работы либо на работу и хотят просто послушать качественную музыку, услышать какую-то интересную информацию, не напрягающую. Первые семь кредитов на покупку жилья по программе «Сим-20-25» уже выданы. Об этом в программе «Круглый стол» с Рахимом Ашагбаевым сообщил глава ипотечной организации Баспанак Айрат Алтынбеков. Общая сумма одобренных кредитов уже составляет около 1 миллиарда тенге. Программа вызвала большой интерес среди казахстанцев. Только в первый день работы поступило больше 3000 заявок. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Германию пленницей России из-за нефти и газа. Такое заявление глава Белого дома сделал перед встречей с генеральным секретарем НАТО Янсом Столтенбергом в Брюсселе. То, что Германия платит России миллиарды долларов в год, несправедливо и неприемлемо, утверждает Трамп. Он также призвал НАТО рассмотреть вопрос проекта «Северный поток-2», который будет поставлять вдвое больше газа из России на северо-восточное Балтийское побережье Германии, минуя такие страны, как Польша и Украина. Вашингтон и ряд стран Евросоюза выступают против этого проекта, опасаясь, что он может дать Москве больше рычагов влияния на Западную Европу. Сейчас президент США находится в европейском турне, в рамках которого он встретится с главами государства НАТО. 16 июля в Хельсинки он планирует провести саммит с президентом России Владимиром Путиным. Германия полностью контролируется Россией, так как около 70% своей энергии она получает именно оттуда, по новому трубопроводу. Как вы думаете, уместно ли это? Я думаю, что нет. Это плохо сказывается на НАТО. Некоторые страны-участницы выступали против проекта «Северный поток-2». Нам всем стоит это обсудить. Китай выделил кредиты на сумму 20 миллиардов долларов и финансовую помощь в размере 106 миллионов арабским странам для восстановления экономики в регионе в рамках модели «Нефть и газ плюс». Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпинь во время встречи с представителями правительства стран Ближнего Востока в Пекине. По его словам, все они играют важную роль в геостратегическом проекте Китая «Экономический пояс шелка у пути». Известно, что 15 миллионов долларов финансовой помощи выделят Палестине, а более 90 миллионов получат 4 страны, пострадавших от вооруженных конфликтов. Это Иордания, Йемен, Ливан и Сирия. Для реализации финансово-кредитной программы планируется создать арабо-китайский консорциум банков с общим фондом 3 миллиарда долларов. Жители Жамбылской области, которые собираются в Саудовскую Аравию для совершения хаджа, призывают делать прививки от менингита. Вакцинация паломников проводится в одной из городских поликлиник. Там закупили 45 доз медицинского препарата, половину из них уже применили. Для всех остальных жителей области делать прививки от менингита не обязательно, отмечают врачи. Ситуация в регионе стабильная. За полгода в области было зарегистрировано всего два случая заражения менингококковой инфекцией. Опасным заболеванием переболели 19-летний житель Тараза и двухлетний ребенок из Курдайского района. Они получили необходимое лечение и выписаны домой. В Курдайском районе в связи с ребенком было взято под наблюдение 130 человек, контактные. И из них более 100 человек было обследовано. Высилов не было, все отрицательные. Это сезонные заболевания, имеют свой определенный сезонность. Это весна и осень. В связи с погодным условием у нас по республике эпидситуация стабилизировалась. С начала купального сезона в водоемах Западно-Казахстанской области утонули два человека. Чтобы показатели смертности на воде снизились, на помощь спасателям второй год подряд приходят волонтеры. Добровольные помощники дежурят на многоледных, но не оборудованных пляжах. Они заступают на службу в первой половине дня и до позднего вечера следят за ситуацией. При возникновении МЧС в неадекватном поведении граждан-волонтеры сообщают в полицию или спасательную службу. В рядах добровольцев сейчас 15 юношей и девушек из числа студентов. Много детей без присмотра родителей. Нам приходилось сначала говорить, предупреждать, что нельзя. Те дети, которые не слушают, спрашивают, что вызовем родителей или полицию. Там опорный пункт присутствует. После этого они уже боятся и уходят. В первую очередь волонтеры оперативно реагируют. На все случаи ЧС. Если человек тонет, они оперативно реагируют, звонят нам. И мы также быстрее доезжаем до места. Уральские предприниматели готовы круглый год снабжать областной центр свежей витаминной продукцией. Общая площадь теплиц в пригородных поселках сегодня превышает 30 тысяч квадратных метров. Там уже собрали урожай, свыше 100 тонн томатов и огурцов. Вот так госпоза Зарбаева с подробностями. Марина Кладчикова в овощном бизнесе уже четвертый десяток лет. Семейное дело в среднем дает в год до 300 тонн овощей. Одних только теплиц в хозяйстве больше гектара. Спеют здесь огурцы, помидоры и перец. А урожай собирают круглый год. Мы уже в феврале положили семечку огуречную, положили в стакан, в рассаднике. В стакан положили, потом выросла рассаду, потом сюда высадили. И вот уже 4 апреля мы выехали с огурцом. Сейчас тоже в конце июля будем сажать помидоры, опять через стаканшик посадили. Рассада выросла, в начале сентября сюда посадим. И считаю, они уже там октябрь, ноябрь, декабрь, еще до Нового года, значит, будет плодоносить уже там помидор. Если первые парники были деревянные и покрывались пленкой, то сейчас Кладчиковы используют все современные технологии. Бизнес растет вместе со спросом, а доходы семья вкладывает в новые строения. В новых теплицах на 75 сотках уже высажены огурцы. Первый урожай они дадут уже через 45 дней. А до наступления холодов за один только сезон здесь планируют собрать до 10 тонн продукции. При Урале край речной, кроме овощей, фермеры снимают неплохие урожаи яблоки и груш, бахчевых и ягод. Работой много, было бы желание трудиться. Мы здесь работаем 4 человека. Вот дочка, сестра, сестренка и ее сын. Нам хорошо, что здесь такие есть работодатели, которые дают нам работу, что мы не сидим дома без денег. В поселке Курлозерный, в том числе и в Серебряково тоже, очень много тепличных комплексов. Это где-то около 10 штук. Виды деятельности у всех разные. Кто занимается помидорами, кто огурцами. Находимся в округе Уральска. В этом плане у нас хорошо. Наши предприниматели сбыт продают свои продукции в Уральске. В целом, в поселковых округах Уральска под выращивание овощной продукции отведено свыше 2000 гектаров полей. Всю осень в центре города проходят ярмарки сельхозпродукцией, где фермерам торговые места даются бесплатно. В октябре раздали награды победителям престижного конкурса. Их получили производители мяса, малины и хлебобулочных изделий. Эти компании назвали лучшими в изготовлении продовольственных товаров в регионе. Всего отобрали 9 предприятий. Все они примут участие в республиканском конкурсе. Лучший товар Казахстана. Елена Устимович продолжит. В конкурсе этого года принимают участие более 40 отечественных товаропроизводителей. Здесь и производственники с серьезным стажем деятельности, и те, кто совсем недавно создал свой бизнес, но его продукция уже пользуется большим спросом среди населения. Все они сегодня находятся в равных условиях и претендует на звание лучший товар Казахстана. Впервые свою продукцию представили и выпускники проекта Бастау прошлых лет. Так предприниматель из Тимирского района привез на выставку макаронные изделия собственного производства. Еще одна участница запустила цех по производству туалетной бумаги. Среди метров рынка – Актюбинский завод противопожарного оборудования. На предприятии запущена собственная линия по выпуску корпусов огнетушителей. А филиалы предприятия действуют в четырех регионах страны. Конкурс «Лучший товар Казахстана» нашим местным производителям дает больше возможностей для демонстрации своей продукции, о своих возможностях в продвижении своей продукции. Лучших из лучших в стране определяют 13-й год подряд. Для многих этот конкурс стал платформой к новым свершениям. Эмблему конкурса победители имеют право использовать в рекламных целях. Миссия данной выставки – это популяризация малого и среднего бизнеса, улучшение качества своей продукции. Отрадно, что сегодня с каждым годом увеличится число участников и повышается уже ареал той продукции. По итогам конкурса определили 9 победителей. Лучшими товарами производственного назначения назвали противопожарное оборудование, рельсовую продукцию и спецодежду. Лучшим товаром для населения стала бумажная продукция, дверь и корпусная мебель. А статуэтку в номинации «Лучший продовольственный товар» вручили производителям мяса, малины и хлебобулочных изделий. Елена Устимович, Айбек Даутов, Октюбе, Хабар, 24. 20-летний юбилей отметил городской суд Астаны. Мероприятие прошло в культурно-развлекательном центре «Холл Энергия» на территории Экспо. Гостям праздника рассказали о первых председателях, составе судей и о развитии за весь период существования. Виновников торжества, тех, благодаря кому вершится правосудие, наградили ведомственными и юбилейными медалями за безупречную работу. Штатный состав в столице увеличился с 37 до 189 судей. Для нас это большое событие, это очень волнительно и радостно. Именно столичные суды формируют правильную судебную практику по сложным и уголовным, и административным, и гражданским делам. Хотелось бы в этот знаменательный день пожелать отличного здоровья, оптимизма, благополучия в семьях. 68 картин молодых режиссеров из 207 поданных заявок отобрали на фестивале «Эрте Синема», который в эти дни проходит в Павлодаре. Более 30 из них – документальные фильмы. Уже сегодня их рассматривает жюри. Фестиваль короткометражного игрового кино и документальных фильмов впервые проходит на родине выдающегося казахского актера и режиссера Шакена Айманова. В форуме участвуют представители 21 страны. В составе жюри известны казахстанские актеры, режиссеры и сценаристы. Они будут отбирать победителей в четырех номинациях, одну из которых полностью отдали на суд зрители. Уже в ближайшие выходные станут известны их имена. Это первые шаги в искусстве, в кинематографии. И то, что эти шаги делаются на родине Шакена Айманова, это очень важно. И для города это важно, и для этих студентов. Это может, вот этот первый приз для этих студентов, это останется на всю жизнь. Потому что хоть он будет большие призы получать, но этот останется такой дорогой, родным призом. И я для себя уже открыла новые имена. У меня, откровенно вот скажу, уже возникла симпатия. И я за работой вот этих режиссеров, которых я посмотрела, чьи работы, я обязательно буду следить. Тем более мы предлагаем нашим кинозрителям не просто посмотреть, а принять участие в обсуждении. На всех просмотрах будут присутствовать авторы, создатели этих фильмов. И мы ждем, чтобы кинозрители сами определили приз зрительских симпатий. Казахская история о любви теперь знакома жителям Южной Кореи. Жемчужину национального фольклора спектакль «Хожебек» представили на международном фестивале мюзиклов в городе Тегу. Чем удивили организаторов и гостей фестиваля, артисты Астанинского театра Жастарху знал наш собственный корреспондент Южной Кореи Владислав Цой. Фестиваль в Южнокорейском городе Тегу – это единственный в мире международный фестиваль мюзиклов. И впервые в нем принимает участие Казахстанский профессиональный театр. Организаторы решили пригласить артистов именно с постановкой «Хожебек», так как, по их мнению, она ярко демонстрирует казахский национальный колорит. На фестивале в Тегу свои постановки представили театры из восьми стран мира. Организаторы решили с помощью мюзиклов познакомить южнокорейских зрителей с культурой других стран. Мюзикл «Хожебек» не похож на другие произведения, которые мне удалось увидеть. Я бы сказала, что оно насыщенное. Однако пока для нашего зрителя такие произведения непривычны. Но думаю, что с Тегу начнется знакомство южнокорейцев с казахстанским творчеством. Опера, рок, казахская национальная музыка, каскадерские трюки – все это представлено в мюзикле «Хожебек». И реквизита было так много, что сначала в Корею отправили багаж, а затем приехали артисты. Немало времени ушло на перевод текста постановки с казахского на английский и корейский языки. Мы видели на фестивале другие мюзиклы. У них одни танцуют балет, другие поют в хоре. А мы и балет сами танцуем, и песни сами поем, и цирковые трюки сами исполняем. Это наша особенность. Судя по аплодисментам, премьера мюзикла «Хожебек» прошла успешно. Больше всего зрителям понравились голоса артистов и акробатические трюки. Мне очень понравилась история казахских влюбленных, понравился герой, которого отвергли. В целом история была понятна благодаря схожести музыки с корейской. Благодаря сегодняшнему показу мне захотелось больше узнать о Казахстане, его музыке и культуре. История любви «Хожебек» и «Тулигена» понравилась не только зрителям, но и организаторам фестиваля мюзиклов. Поэтому артисты столичного театра «Жастар» пообещали еще раз приехать в Тегу и показать другие произведения казахского искусства. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея. Открывшийся в Щучинске новый лыжный комплекс усилит современную спортивную базу Казахстана. Ожидается, что вместе с алматинским трамплином он вызовет новый всплеск популярности зимних видов спорта среди детей, даст импульс в проведении больших международных стартов. Ждать ли новых рекордов от наших атлетов, выясняла Анастасия Валикшанина. В 2010 году в Алматы появился международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар», который был построен для зимних азиатских игр. Соревнования стали стартовой площадкой для молодых спортсменов. В последний раз мы проводили Кубок мира в 2016 году. В 2017 году универсиада прошла. За это время комплекс стал просто узнаваем во всем мировом лыжном сообществе. До строительства комплекса летающих лыжников можно было посчитать по пальцам. Сейчас на трамплине тренируется более 200 человек, и у каждого из них своя мечта. Хочу добиться быть олимпийской чемпионкой. Мне нравится прыжка, что тут можно летать, как птица. После победы Евгения Левкина на зимних азиатских играх прыжки с трамплина стали очень популярны. Позже в командных соревнованиях наша сборная выиграла серебряные награды. Сейчас подрастает новая плеяда спортсменов. Они могут тренироваться на новом объекте в Акмолинской области. Это уникальный объект по-своему. И сама строительная архитектура этого, да, получается как чаша, как амфитеатр такой. И когда лыжник прыгает, зрители могут наблюдать всю эту прелесть вот так вот, ну, смотря вверх, и как он приземляется. Это просто поразительно и восхитительно. В день открытия трамплина казахстанский лыжник Сергей Ткаченко установил новый рекорд, достигнув отметки в 151 метр. Это только начало. Лучшие прыжки еще впереди. Был установлен рекорд вчера этого трамплина. Казахстанским лыжникам пригласили тоже два иностранных специалиста, Ригуна и Словения, которые также дали очень высокую оценку этому трамплину. Очень легкий трамплин, очень удобный для прыгать. Комплекс высоко оценил директор Кубка мира Вальтер Хофер. В июне следующего года на трамплине в Щучинске планируют провести континентальный кубок. Анастасия Валикжанина, Канат Каматаев, Алматы, Хабар-24. Хорватия впервые в истории вышла в финал мирового первенства по футболу. Шашечные смогли взять верх над родоначальниками футбола англичанами. Борьба закончилась со счетом 2-1. У игроков Туманова Альбиона отличился Киран Трипьер. У хорватов авторами голов стали Иван Перешич и Марио Маджукич. Противостояние за золотую медаль пройдет в это воскресенье в Москве. Хорватия сыграет в финале со сборной Франции. А вот бронзу англичане разыграют с бельгийцами в Санкт-Петербурге 14 июля. В Хорватии все помнят чемпионат мира 1998 года. Помнят поражение. Эту игру обсуждают уже 20 лет. Возможно, Бог дал нам шанс свести счеты. Но мы не ищем мести. Это футбол. Это спорт. Просто хотим подготовиться к тому, чтобы сыграть в финале наш лучший матч. Как будут развиваться события, покажет Хабар 24. Оставайтесь с нами. Удачного дня. Субтитры подогнал «Симон»!